Знамение в обществе людей Вне законов и повелений Всевышнего Аллаха Люди, далекие от соблюдения установления Всевышнего Аллаха и не знающие богобоязни, не знают жалости и милосердия. Они способны, не дрогнув, совершить любое преступление. Основная причина жестокости людей – незнание или неверие в то, что непременно наступит день, когда каждый из них будет держать свой ответ перед Господом за все совершенные деяния. Часто в прессе мы слышим сообщения о природных катаклизмах и стихийных бедствиях. Человек может ежесекундно столкнуться с каким-либо природным стихийным бедствием. Совершенно неожиданно вы можете быть застигнутыми сильнейшим землетрясением, пожарами или наводнением. Мы никогда не можем быть уверены в своей безопасности. Природные стихийные бедствия могут за мгновение ока уничтожить самые современные технологические разработки людей. Человек за несколько секунд может потерять свой дом, машину, родных, близких. Каждый раз, когда мы слышим эту информацию по телевидению, следует помнить одну важнейшую истину. Мы должны ясно осознавать нашу беспомощность перед лицом стихии, и у нас нет никого, кроме Всевышнего Аллаха, к кому мы можем обратиться за помощью, милостью и покровительством. Аллах напоминает верующим об этой истине в Коране. О, люди, вы нуждаетесь в милости Аллаха. Но Аллах не нуждается ни в чем. Богат безмерно и приславен Он. Повеление в Коране Всевышний Аллах не спослал людям Коран как наставление и назидание в жизни. Человеку же надлежит размышлять над каждым знаменем Аллаха, ибо Господь повелевает людям думать о смысле своей жизни и цели своего сотворения. Пусть смотрит человек, из чего он был сотворен, из воды, что была извержена. Размышлять о сотворении небес и земли. Поистине в создании небес и земли, в смене ночи и дня, и кораблях, плывущих по морям с грузами, и полезными для людей, в воде, которую Аллах низводит с небес, и которой воскрешает землю после смерти, во всякой живности, что он рассеял по земле, в веянии ветров, в движении облаков, склонившихся между небом и землей, есть знамение для людей, размышляющих. Они поминают Аллаха и когда на ногах, и сидя, и когда лежат, и размышлением предаются о сотворении небес и земли, и говорят они, Господь наш, Ты создал все это не понапрасну. Хвала Тебе! Храни же нас от мук огня. Аллах призывает верующих размышлять о приходящей сути мирской жизни. Жизнь в мире всем, лишь пользование обманчивое. Поистине истинная жизнь в будущие обители, если бы они только знали. Все, что дано вам в этой жизни, только пользование временное. Поистине то, что у Аллаха, лучше и вечно для вас. Это для тех, которые уверовали и предали себя своему Господу. Аллах призывает человека размышлять о том, что вся Вселенная сотворена для самой благоприятной жизни человека. Он подчинил Своей милостью все, что суще в небесах и на земле, в служение вам. Поистине в этом есть ясные знамения для людей размышляющих. Аллах повелевает также размышлять и о сотворенных им живых существах. Поистине для вас есть назидание и в животных. О дне Господнего суда, грядущей вечной жизни и о расплате за все содеянное в мирской жизни. Думайте о дне, когда пред каждой душой предстанет все доброе, что она сделала, и все то злое, что она совершила. Она в отчаянии пожелает, чтобы между злом ее и ею неизмеримое пространство пролегло. Аллах предупреждает вас от гнева своего. Аллах милосерд к рабам своим. Заключение Каждый, кто искренне размышляет о сути мироздания, без труда сможет увидеть и осознать тайну сотворенного Аллаха, понять истину морской жизни. Все, что вы видите вокруг, являются проявлениями наипрекраснейших имен Аллаха. Но большая часть людей из числа неверующих живет, не задумываясь над тем, для чего они живут, тогда как верующие постигают мудрость, дарованную Аллахом, и обретают образ мысли, который повелел им Господь. Благодаря этому верующие испытывают гораздо большую радость от милости, которой дарованы Аллахом, избавляют себя от невежественных страстей и обид, не строят иллюзорных планов, не ввергают себя в страхи и тревоги из-за мирских выгод и утех. Все это лишь малая часть красоты радости, что приобретает верующий человек еще в мирской жизни. Размышляющий и искренне верующий человек обретает великую милость, благоволение, довольствие и рай Аллаха. Тогда ты обрати свой твердый взор к праведной вере до того, как наступит необратимый день, предопределенный Аллахом. В тот день разлетятся они. Кто отвратится от веры, тот отвратится во вред себе. Кто будет вершить благое, сам раскинет себе ложи благодати. Это награда от милости Аллаха тем, кто уверовали и вершили благое. Истинно, он не любит неверных.